Снимаются все маски и голограммы, Фантом присоедает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Надежда выходит из биоробота, становится рядом, если в биороботе находятся чужеродные копии и голограммы, артефакты, растяжки, все это выходит и становится видимым. Она вышла, ей тяжело есть у нее внутри то ли голограмма, то ли установка какая-то. Внутри. И у нее вообще-то вода перед ней, как лужа. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Надежду в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Эта лужа находится в ее биополе? Ну она вышла в нее прям, то есть она знаешь как отражает, почему-то как зеркалит ее. Понятно, хорошо. И забираем ее вместе с этой лужей в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Это слово идет «близнец». Она или близнец по гороскопу, или у нее и близнец есть что-то такое. То лужа ее отражает как-то. Это близнец энергетически, скорее всего. Вы на месте? Да. Хорошо. Отправляю лужу в клетку-тюрьму. Один, два, три. И от этой лужи выстраивается канал к ответственным. Один, два, три. И я их притягиваю, где бы они ни находились. Во вселенной. На счет три. Один, два, три. А ответственный за лужу притягивается в клетку-тюрьму. Подожди. Это лужа присоединена к конструкции. А, хорошо. Так. Мы приветствуем Надежду. Она нас слышит? Да, слышит. Хорошо. Мы приветствуем Надежду и интересуемся, готова ли она к диагностике. Доверит ли она нам в свое биополе на период сеанса? Она доверит, и она устала от этой конструкции. А, хорошо, давай ее уберем. Я не думаю, что сканер ее пропустит. И я даю команду. Значит, три. Силам его намерения. Эта конструкция выходит из биополя. Надежды. Один, два, три. Отключается. Все подключки выходят. Все, что подключено на этой частоте, выходит. И зависает в воздухе перед Надеждой. Она большая конструкция. Все тело ее. И от ног отходит. Вот эта лужа, как зеркалит ее. То есть, это возврат энергии, что ли, или откачка таким путем. Пока не поняла ее смысл. Откачка. В клетке? Да. Хорошо. И я даю команду. Значит, три. Сканер начинает сканировать пространство над головой Надежды. Под ногами. Три. Сканер сканирует все семь тонких тел Надежды. Находит все. У меня демон с воронкой в ногах. И воронка, значит, три отправляется в клетку тюрьмы. Один, два, три. Демон вслед за ней. Значит, у нее спрут. Давно сидит и тянет он ее. Он ее перетягивает щупальцами, где хочет. То шею подавит. Спрут, плечи, как хочет, затягивает голову. Спрут, а что это ты творишь, паразит? Выжимает последние энергии. Отлично. 50 тысяч герц удар спруту. Один, два, три. Пошел удар. Сегодня я с тебя буду выжимать энергию, спрут. Сегодня ты за все заплатишь. Если ты не дашь мне ничего, я тебя уничтожу. И связано это с твоим беспределом, которым ты занимаешься. Пошли дальше, Вера. Ну, вот к этой конструкции здесь двое. Окей, конструкция двое. Кто там? Снимаются все маски и голограммы. Все сущности проявляет. Если сейчас кто-то не проявится, я начинаю сжигать вас всех в этой клетке по очереди. Грей и рептилоид. Репт и грей. Грей, почему вы не сразу проявились? Поставим маячок над греями. Если неорганически загорается, ярко-красный, органически зеленый. Какой цвета маячок? Один зеленый, один красный. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро. И красный неорганически улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Спрашиваю, грей органического, он готов уходить в галактическое ядро? Нет, он выставил как руку вперед и говорит, остановись. Хорошо, значит, тогда ты будешь исполнять мои команды. То, что вы не вышли сразу, это вам минус. Он говорит, что сильны вы только на тонком плане, на физическом мы вас. И грей получает удар. 50 тысяч герц. Удар. Мы более развиты. 50 тысяч удар. Влад, дай ему удар на его частоте лазером. Удар. Он защищается. Влад, сожги его защиту. А грей ли это, Вера? Смотри, вокруг него такое как облако. Защищает его прозрачное. Хорошо. На счет 3, Влад просканируй это облако. 1, 2, 3 и сожги его. Готово. Хорошо. Направляю на грея печать. Семиархангелову и даю мощнейший удар. Удар. У него костюм противозащитный. Влад, разрежь этот противозащитный костюм. И уничтожь его. Просканируй и уничтожь. А грей ли это, Вера? Это выглядит как грей. И от грей выстраивается канал ко всем, кто с ним связан. И я их притягиваю сюда. Да, будет так, атаки есть? Ну, этот рептилоид, он с ним связан. И у него в руках. У репта? Как пульт от него. Да, он лаборант. Убираю пульт. В другую клетку. 1, 2, 3. Рептилоид, ты тоже захотел со мной поиграться сегодня, да? Это испытание. Чье испытание? Сегодня я буду испытывать на вас. Нового оружия. Хорошо. Где это оружие? Вот эта защитная оболочка, это оружие? А сам грей, это биоробот. Та ты что? И он загорелся зеленым цветом. А, наверное, еще раз мое. Не только это, но и его защиты не превосходят все другие. Да? И где эти защиты? Мы уже поняли, что много становится человеческих особей, которые могут управлять на тонком плане. Хорошо. И где его защита сейчас, скажи мне? Мы пробуем на лучших. Ага. Вот как. Я делаю запрос, спрошу Ли выйти со мной на связь. Да, нас вверх. Я приветствую тебя, Ли. Будь любезна, подскажи мне, пожалуйста, насчет этих новых греев. Это органические вообще субстанции, или это является роботом? Или это какой-то гибрид? Я просто такого еще не видел. Он нам тут свои защиты демонстрировал, которых уже нет. Это гибрид, выращенный в теле человека. Гибрид, выращенный в теле человека? С его... Энергией? С его энергией и биоматериалами. Все понятно. Частицкой. Я все понял. Я все понял, что мне дальше делать. Я благодарю тебя. Хорошо, поехали дальше. Значит, Вера, кто у нас еще? Один демон с воронкой, один спрут, конструкция рептилоида и грея-гибрида. Инсектоид. И инсектоид. Инсектоид. Четыре канала, да? Пять. Еще раз. Демон с воронкой. Воронка отдельный канал? Нет. Грей и рептилоид. К ним разные каналы идут. А, вот как. Тогда получается рептилоид. Грей. Инсектоид. Хорошо. Все понятно. Отлично. Хорошо. Так. А все ли это? Пока не видно. Она очень грязная. Хорошо. Считай цифру демона над головой. Тринадцать. Тринадцати герцом. Он давит. Мне надо выйти. Он давит на тебя? Угу. Хорошо. Так. Размораживай всех. Я спрашиваю, кто пытался воздействовать на нас? Демон. Он показывает воронку. Он может ей крутить. То есть поднимать конусом вверх. Угу. И исчезать в ногах. И точно. То есть забирая энергию отца. Славит точно так же. С земли воронка идет. И он рогами тогда все равно давит. Хорошо. Демон. Что ты. Как долго ты находишься в этом биополе? Три года. Три года. На каком основании ты находишься в этом биополе? Почему ты пришел? Какая чистота была? Тебя кто-то послал или ты сам пришел? Рассказывай. Так, с воронкой пришел. Где? В квартире? Передвижной. В квартире. Понятно. Хорошо. Мы уже говорили, что там в квартире находится воронка. Воронка. В другом месте не подцепился. А, в другом месте. Понятно. Хорошо. Три года. Спрут, как долго ты находишься в этом биополе? 15. 15 лет. В квартире есть твои родственники? Он не выходит из нее, синхронизировано полностью. Понятно. Хорошо. Так, рептилоид, как долго ты находишься с этим гибридом в биополе и конструкции? Не так давно. Последние 5 лет этот эксперимент. 5 лет. Дорабатывается. Ну, объявляю ваш эксперимент проваленным. Объявляю. Не совсем так. Да, но я же-то нашел вас. Я же сказал, пробуем на лучших. Хорошо. Инзиктоид, как долго ты находишься в этом биополе? 7. 7 лет. Он почему-то показывает, как он зарывается. Куда? В теле. Глубже и глубже. Его суть такая. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. Поехали. Я даю команду тонкой копии надежды спроекцировать все энергетические и сферические каналы, переносить энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Устраиваем канал конструкции. И отдельным потоком возвращаем все темное назад. Все темное. Идет, да? Конструкции. Конструкции, да? Да, идет. Вот он сектоит, говорит, что он... Он не говорит информации от него, просто идет, что он закапывается глубже, потому что от конструкции идет этот шум. Он подключен ко всем чакрам. И его беспокоит. Это он... Как еще глубже. Но он показывает тело. Он показывает, почему он туда закапывается. Закапывается. Понятно. Это из-за рептилоида с этим Грейм и их облучающей конструкции. Вибрации ему неприятны, шумы. А как она испытывала эти вибрации, рептилоид? На физическом плане? Что она чувствовала? Скованность, шум. Боли в костях, сосудах. Скованность, шум. Боли в костях и сосудах. Она много что чувствовала, но на это уже не обращала внимания. Значит, вы тогда... Кто ответственный за состояние тревоги и страха? Демон? Твоя работа? У меня давно тревога и страх. Это не ответ на мой вопрос. Спрут выжимал. Спрут выжимал. Спрут. Ты был ответствен за тревоги и страх. Кто был ответственный за щитовидку? Щитовидную железу? Проблемы с ней? Здесь какой-то такой общий ответ идет, что ответственная это она, что пустила их всех. Позволила присутствовать и не дала отпор вовремя. А потом все началось. Все потихоньку начали заходить, каждый за своими. Не было отпора. А она что, знала, что вы находитесь в ее биополе? Она подозревала об этом? Вы ей показывали, что кто-то из вас? Или она даже не догадывалась, что вы существуете в ее биополе? Она догадывалась только о нижних. Понятно. Она думала, что это один демон, а тут целая команда. Хорошо, ждем окончания реверса. Готово. Хорошо. Устанавливается фильтр с золотой сеточкой. И в порядке реверса Надежда забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. И выстраиваю отдельный канал к этому Грею. И забираю у него все частицы. Два, три. Пошел реверс. Все назад возвращается. Все, что украдено было, идет от него, Вера? От него идет. От конструкции тоже нужно забрать. И от конструкции к конструкции выстраиваем канал. И реверсом забираем. Надежда. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Усиливаем потоки в сто раз. До последнего микрона все назад. А, ну вот он и был близнец ее. Вот он и был. По ДНК, который отражался. Да, он полностью ее скопировал с ее биоматериалом. То есть полноценный такой Грей. Еще идет информация, что страхи и сомнения – это ее волна. Страхи и волнения – это ее волна. Сомнения. Сомнения. То есть почему-то показывает молодую ее. Да. И не о страхе, и сомнения. Как подходы к ней. То есть она приняла это и усугубляла их больше и больше. Это они имели в виду, что… Она дала им поле. Воле и намерения. Да. Не выставлены были вовремя. Это зависит. Не дала понятия. Это зависит от… В поле ее закрыто. Понятно. Это зависит от осознанности души. Конечно, они это видят. Сильно выработанная привычка у нее. Страха. Но только она может ее убрать. И паники. Это страшно. От Грея возвращается. Биоматериал. Вернулась уже. Все вернулось. Хорошо. Кончено. Реверс. Хорошо. Так. Инзиктоид. Выходи. Вытаскивай все, что ты оставил. Ставил биополе. Надежды. Ничего не забывай. Докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена. Говорю всем. Двумя миллионами герц. Если кто-то что-то оставит или забудет. Специально или случайно. Он просто сгорит по каналам. Чтобы этого не случилось. Лучше меня не обманывайте. Приступаем. Инзиктоид. У него как сверло внутри. Конусное такое. Внутри тела. Внизу. Ничего себе. А что это такое? Это то, чем он зарывался. Так он как клещ входил туда, да? Он этим сверлом себе дорогу пробивал. Так и клещ пробивает себе дорогу. Да. Вижу этот хобот его. Он как врос в нее. Аккуратно все вытаскивай. Инзиктоид. Если что-то повредишь, я поврежу тебя. Слышал. Хорошо. Рептилоид и Грей. Кто будет снимать установки? Лаборант. Кто лаборант? Рептилоид. Рептилоид. Выходи давай. Снимай все, что ты оставил. Сканируй своим скэнером. Проверяй. В твоих интересах. Если что-то загорится при проверке, это будет последнее, что ты увидишь. Но судя по ходу сегодняшней работы, Грей – это и есть я последний, что он увидит. Он осмирился мне угрожать. Хорошо, Грей. Сегодня будет с тобой интересный разговор. Он не угрожал, он защищался. Ты мне сковорил на физическом плане, что вы крутые, да? А что ты думаешь, что я на физическом плане не имею защиты? Ты в радиусе пяти километров ко мне приблизиться не сможешь. Тебя сожгут мои дроны. И твой корабль. И всех твоих Греев сожгут, если они войдут в Матрицу. Он, в общем, за человечество говорил. За человечество. Меня, в общем, не устраивает. Я не есть человечество, я есть я. А вера есть вера. Я разговариваю с тобой, а не от имени человечества, а от своего имени. Ты знаком уже с межгалактической полицией, Грей? Только в памяти. То есть ему была память загружена определенной. Ну, это робот. С биоматериалом. Наполовину. А биоматериал «Надежда» идет оттуда. Хорошо. Будем смотреть дальше. Все, вытащил репт? Он отключил конструкцию. Ничего не забыл? Хорошо. Так. Спрут. Выходи. Вытаскивай весь свой хобот. Все, что ты там оставил. Все свои жидкости вытаскивай. Если есть, ничего не забывай. Присоски отключай. Я представляю, что там в квартире творится, если такая веселая компания у дочек. Нет, он не выходил. Говорят, что... Нет, он не выходил. С ней синхронизированный. Он ее запутал своими щупальцами. Голову полностью. Это каша. Шея. Каша в голове и боли. Вот он не просто при соске, а у него вот эти щупальцами по кругу голова окутаны. Хочет он уходить. Не хочет? Он очень медленно делает. Перед спрутом открывается портал в галактическое ядро. Один, два, три. Спрут, у тебя есть выбор. Или ты идешь сейчас в галактическое ядро, или ты быстро все снимаешь. Тебе это понятно? Убирает он, убирает. Убирая, закрывая портал в галактическое ядро. Он до пояса закутал. Щупальцами. 15 лет, Вера. Это не шутки. Он готов. Демон. Скажи мне, есть лярвы на биополе, на дежды? Кивает. Где? На руках, на ногах, на шее, на спине. Много. Хорошо, ты хочешь попросить меня эти лярвы забрать? Хочет. Хорошо, давай, приступай. Вытаскивай сначала все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся. В клетку не возвращайся. Одоложи мне прямо на месте, что ты закончил и все вытащил. Приступай. Потом я дам отдельную команду на лярвы. Что он снимает, Вера? У нее в ногах? Да. Яма, откуда вот эта воронка уходит? Черная яма. Откуда она там взялась, демон? Она там еще находится, у нее в ногах сейчас? Да. И, значит, три этой ямы уходит в клетку тюрьмы. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Да. И от этой ямы выстраиваю канал к ответственному. Один, два, три. И притягиваю, где бы он ни находился. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Роет яму ей кто. Отлично. Притягивается по каналу ответственность за эту яму. По энергетике притягиваю. Мужчина с лопатой. Мужчина с лопатой. Обалдеть. Он сам себе на уме умрует эту яму. Мужчина, кто ты такой? Не мешай, говорит. Повтори, что ты сказал. У него как наушники в ушах. Влад, дай ему удар на его чистоте, чтобы он пришел в себя. Один, два, три. Удар. Представься, кто ты такой? Он говорит, это что страшный сон, где? Посмотри на меня, я похож на страшный сон? Все похожи. Кто это в клетке? В клетке находится демон. А другие? Спрут. Какие страшные? Рептилоид, Грей, Инзиктоид и ты. И это не сон. Это реально. Я умер? Еще нет. Ты жив? Ты находишься в астральном теле сейчас, в комнате диагностики, где мы проводим чистку надежды. Такого не бывает. Такое бывает и не такое. Ты видишь мои крылья? Я должен проснуться. Я должен проснуться. Да? Ну давай, просыпайся. Один, два, три. Просыпайся. Изменило что-нибудь? Имя свое назови мужчина. Иначе я сейчас начну на тебя воздействовать. И это будет тебе очень неприятно на физическом плане. Поэтому говори. Показали со мной, ничего не случится. Кто сказал? Кей, как он. Она димона показывает. Это они тебе сказали, что ничего не случится. Они тебя обманули. Димон, ну объясни мне ситуацию. Подожди, у нас демон все забрал, Вера? Мы еще с ним не закончили. Демон, ты все снял или нет? У нас там яма просто выскочила во время того, когда он разговаривал. Давай с демоном закончим. Вытаскивай. Ты все вытащил, демон? Настал бы. Хорошо, я тебе разрешаю забрать, снять все лярвы, которые находятся в ее биополе. Ничего не забывай, все вытаскивай. И возвращайся в клетку. Имя свое назови мужчина с лопатой, копальщиком. Алексей. Алексей. Алексей, какое ты отношение имеешь к надежде? Ты кто? Колдун? Мак? Черный? Кто ты такой вообще? Объясни мне. Иначе я просто сейчас узнаю сам. Огораживает он ее. Капывает. Для чего? Чтоб не лезла. Чужую жизнь. Она лезет в чужую жизнь. Верочка, давай поставим перед его клеткой монитор. Один, два, три. И вся эта мысльформа. Все, что он сделал. С кем он связан. Все. Пошли картинки. Пошла информация. Потому что я дочери. Он почему-то в свадьбу показывает. Что еще на свадьбу она не хотела его. С самого начала. Так это Леха вчерашний, Вера. Да? Наверное. Леха, это ты? А где твоя гиря на ноге? И гиря проявляется с цепью. Был он Леха, теперь он Алексей. А почему так? Ты же умнее не стал. Алексей. Ты и тещи свои сделал. И жене свои сделал. Двум детям своим сделал. От первого брака. И еще детям от второго брака сделал. Ты просто до такой степени паразит, которого редко можно увидеть. Ты столько людей сделал несчастным. Леха. Не виноват он. Контракта не виноват. Конечно, ты виноват. У тебя всегда была возможность этот контракт аннулировать. Никто не говорил мне про такую возможность. Я тебе говорил об этом вчера. Ладно, хорошо. Леха. Так что ты понял, что ты не спишь? Наверное, я опять в каком-то состоянии переходном. Да нет, Леха. Ты жив. Ты находишься на земле. Твое астральное тело находится у нас. Потому что ты являешься причиной страданий, надежды. Ты копал ей яму. Как ты ей копал яму? Объясни мне. Ты ритуал какой-то делал? Проявляется на экране, Вера? Что он делал? Хочу разобраться с этим экземпляром. Он призывал этого демона, который сидит. Он как дорогу ему открывал. Так ты же сам призывал демона. Ну, хорошо. Он делал то, что ему говорили. Хорошо. Он делал. Это, знаешь, кому будешь рассказывать, Леха. Сегодня ты получишь откат. Я тебе верну все, что ты нацепил на надежду. Откат будет болезненный. Мало не покажется. Я тебе гарантирую. Хорошо. Итак, демон все убрал. Инсектоид у нас все убрал. Да, Вера? Нет, подожди. Инсектоид убрал, да. Он говорит, что это она разбила мою семью. Это твоя точка зрения. Она просто боялась, наверное, за свою дочь. Меня эта ситуация, честно говоря, не интересует. На настоящий момент я просто факты зачитал, которые есть. Итак, демон у нас все забрал. Спрут у нас все забрал. Спрут собрал, Вера? Да, забрал. Хорошо. Рептилоид у нас все забрал? Он отключил конструкцию. И инсектоид все забрал, да? Или еще не проходил? Хорошо. Забрал. Отлично. Хорошо. Переходим к рассинхронизации. И я даю команду на счет три. Начинается рассинхронизация. До ста процентов пошла рассинхронизация. К спорту как такое плотное что-то еще идет. Как туман плотный. Как фантом, что ли. Готово. И у нее в голове как звон стоит от пустоты. От пустоты-то что, ничего нет? Да. Хорошо. Это не страшно. Это пройдет. И на счет три я выстраиваю канал напрямую к этому Алексею. Один, два, три. От надежды. И на счет три надежда дает ему в течение одной минуты откат. За все время с момента установления в ней этого магического воздействия. Один, два, три. Пошла вся боль назад. По каналам все темное. Все болезненное. Все, что он послал ей, возвращается ему. То число значения сто процентов. Сколько дал, столько получил. Опиши, Вера. Негатив идет. Усиливаем потоки быстрее. Этот негатив, он с двух сторон. С двух сторон даже идет, да? Нет, оно тоже так же к нему относится, скажем так. А, понятно. Хорошо. А именно и не любовь. Это допустимо, но недопустимо, когда кто-то начинает воздействовать магическим воздействием. Готово. Я включаю надежде внутренний белый свет. Один, два, три. И насчет три она выдавливает из себя все, что осталось на чистоте демона. Все, что осталось на чистоте спрута. На чистоте конструкции рептилоида, грея, инзиктоида. И Алексей. Один, два, три. Все остаточные энергии до последнего микрона. Все выдавливается и формируется в большой шар перед ней. От интерферентов. Все выходит. Готово. И демон Лярвы не снял. Хорошо. Так. Ну, Лярвы что, не в шаре находятся или в шаре? Нет. Хорошо. Открывая под шаром портал Галактическое ядро, шар улетает на переработку. Разрешая демону выйти и забрать Лярвы. Приступай, демон. Я уже давал команду. Почему ты не вышел? Ямы переключились. А, понятно. Хорошо. Демон, скажи мне, у меня один вопрос к тебе. Вот с этим контрактником Алексеем. Какая его дальнейшая судьба после того, как он закончит свое пребывание на земле? Как ты думаешь? Все то же самое. Более не было проявлено. Понятно. Хорошо. Смирился давно. Ну, он сделал свой выбор в пользу вас. Напугался сильно. Бороться не стал. Не стал бороться. Хотя мог. Слышишь, Алексей, что тебе говорят демон? Говорит, что ты мог бороться, но не стал. Испугался. Хорошо, он забрал. Все можно изменить, пока человек жив. Я об этом говорю. Всегда можно все изменить, пока человек жив. Но для этого надо хотя бы хотеть и идти к этому. Хорошо, демон забрал лярвы. Все хорошо. Начинаем проверку. Я даю команду, значит, рисканер сканирует надежду, делает контрольную проверку, уничтожает малейшие наночастицы. Если какие-то остались, если что-то крупное было забыто, загорается ярко-красные маячки. Пошел скан, проверка. Она чистая, мне просто энергии очень мало, ноги вообще пустые. Она чистая. Хорошо, будем тогда отпускать. Демон, ты готов уходить? Он бы хотел воронку забрать. Ты мне обещаешь, что больше не придешь в это биополе и к членам семьи, Надежда? Говорят, что как я могу обещать? Это будет зависеть от их поступков. Безусловно, я имею в виду после этой чистки. Ты не собираешься вселиться в нее по-новому? Или войти опять через портал в квартиру и подселиться к членам семьи? Он показывает, что подходы будут, но не от него более низких чертей. От чертей будут подходы. Откидывать будут ситуации. Раздражительные, да? Раздражительные. Он показывает, как черти подкидывают эти шарики свои. И она начинает нервничать. Она начинает, да. Или вот страх опять у нее, или раздражение. Все, понятно. И она сразу падает. Неадекватно реагирует. И она сразу, как только она начинает неадекватно реагировать, сразу же появляется на астральном плане путь для демона. Надежда, вы это слышали? Да, она слышала. Делайте выводы. Потому что я не могу ему запретить не входить, если вы излучаете его чистоту. Если вы не будете его излучать чистоту, он войдет силой в вас для каких-то своих целей, это другой вопрос. Но если вы сами ему откроете своим раздражением двери, он придет. Сначала черти придут, а потом что-то придет посильнее. Демон, например. Сделайте выводы обязательно. Хорошо, демон. Я тебя понял. Ты готов уходить? Говорит, все правильно. Разписал, да. Готов он уходить. С воронкой. Хорошо. Разрешайте забрать воронку. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона. 1, 2, 3. Демон забирает воронку и все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Хорошо. Спрут, ты готов уходить? Да, готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. Спрут забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готов. Инзиктоид готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инзиктоида. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Ну, от него шло, что и так ему неуютно было в последнее время. Ой. Пусть пишет жалобы в книгу жалоб. Хорошо. Так, Алексей у нас этот остался. Мне, в принципе, здесь тоже не нужен. Леха, буду тебя отпускать. Он говорит, что оно тоже много грязи на меня вылило. А кто первый начал, скажи мне? Не помнишь? Чем это же мой? Ну вот, ладно, хорошо. Открывается портал против часовой стрелки на частоте Алексея. 1, 2, 3. И он вместе с этой ямой, она прилипает к нему, уходит на свою частоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готов. Я прошу Ли выйти на связь. Я приветствую, Ли. Мы вытащили из Грея этого гибрида биоматериал и все частички. Я просто не знаю, что мне с этой сущностью делать. Насколько они реально на человека опасны. Он говорит, что ты вернул биоматериал, все остальное мы заберем. Хорошо. Конструкцию уничтожать или заберешь? Все заберут. Включая лаборант. И это лаборант у нас получается рептилоид, Вера? Да. У Грея. Лаборант рептилоид. Я такое еще не видел. Они действительно что-то там опять новое придумали? Они все забрали. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. И на счет три. Запускаем процесс активации. Один, два, три. Пошел процесс. Я циркулировать тело начала. То есть энергии прошли по всем чакрам и по кругу, вернулись опять в ноги и циркулируют сейчас. Отлично. Готово. Пусть тонкая копия надежды вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии надежды до значения 720 Гц. Пошел подъем. Радость. Давно не посещала ее радость. Там, где страх, там нет места радости. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Надежда, как вы себя чувствуете после чистки? Непривычно. Горят у нее ноги. Энергия пошла. Туда вообще энергия не поступала. Телкость. Хорошо. Мы вам в этом сеансе показали, как заправляться энергиями. Заправляйтесь энергиями, визуализируйте их, пропускайте их через себя. Каждый день поднимайте вибрации. Вам надо 320% каждый день и 25 Гц вибрации. Вы должны дать себе команду, как мы это давали. И точно так вы заправитесь энергиями. Вы все поняли? Кивает. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию надежды в систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой зеленке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. У меня физическое тело очень напряженное. Сейчас энергии пойдут. Должно быть мягче, расслабленнее. Мягче относиться к жизни. То легкость и есть ее защита. И отключайся от объекта и переноси в свою комнату диагностики. Пошел подъем. Геннанист.